Итак, девятый день отвара питания, 27 апреля 2016 года, силы на исходе. Вчера я перестарался, конечно, переработал немного, поэтому сегодня практически ничего не делаю. Итак, что хочу отметить, сравнивая состояние в своем обыденном состоянии, сейчас и во время семидневного голодания в прошлом году. В общем, особых каких-то психоделических изменений в своем сознании я не замечаю. Я так понимаю, я так думаю, что они появляются именно, когда полностью мозг не получает никакого питания, то есть когда человек употребляет только воду. Я так думаю, может быть, это вообще только у одного меня эти какие-то психоделические изменения бывали, потому что я ни с кем не советовался, я не читал информацию на форумах, и меня абсолютно насрать вообще. Что происходит у кого в других головах? Потому что мне порой кажется, что все другие существуют в моей голове, поэтому это глупо так глубоко копать в своей башке, правильно? Вот. Значит, вообще, после, ну у меня так получилось, после прошлого голодания, у меня очень сильно обострились, во время голодания обострилось восприятие. И это восприятие, в принципе, так и осталось обостренным. То есть это и как и цвет, и звук, и вкус. И даже восприятие времени стало совсем иначе. Вот я никогда, кстати, об этом не говорил. Ну, знаешь, вот со временем, когда ты молодой совсем, маленький, или там в детский сад ходишь, один год это кажется так много. А чем ты становишься взрослее тем годы, только вот так вот щелкнут. Так вот, мой последний год, ну я не знаю, как нельзя так, конечно, сказать, но он довольно-таки растянутый во времени. Он значительно не похож на все предыдущие года моей жизни. Нельзя, конечно, сказать, что он как за пять, там, ну, в общем, ну, может быть, как за два, может быть, как за три. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, это полное отсутствие, как это называется, сопротивления. То есть, это же, как говорится, когда человек полностью не противится реальности, то есть скользит по ней. Осознание себя в текущем моменте. Не знаю, возможно, питание здесь играет немаловажную роль. Вообще, я так думаю, я думаю, что когда вот в организме нет вот этих, я не знаю, там, паразитов всяких, разных червей, там, ну, которые просят тебя есть не то, что тебе надо, а то, что им надо, то это очень сильно меняет сознание. Ты становишься вообще вот по жизни, это не, я просто сейчас говорю за жизнь, а не за питание. Вот знаешь, вот раньше я себя вспоминаю, забегаю я в этот, в подъезд, ну, быстро, металлическая дверь. Ну, что тебе тяжело ее придержать, это, оно на этой, на пружине постоянно грюкает. Это бывает, там, когда-никогда вспомнишь, когда придержишь, вот так в основном, пока на третий этаж поднялся на грюк. Я думаю, бедный, а соседи думают, вот, падла такая, не может дверь придержать. И тоже, да, никто бы вышел, бы сказал, молодой человек, придурить. Ну, там, в принципе, все так, то есть я не один такой. Сейчас же знаю, что такая вот привычка жить настолько как-то тихо, пытаясь ничего не задевать, вот так вот в подъезд заходишь, чтоб повернуться, дверь аккуратно припрыл, чтобы лишнего звука не было. Зачем вот это создавать колыхание ненужное? Это состояние сопереживания, вот как повысилось во время прошлого голодания. Ну, так оно временами, конечно, может пропадать, но постоянно присутствует на довольно-таки очень высоком уровне. Конечно, это нельзя сравнить с тем, как действует МДМА на психику. Но, тем не менее, я, знаешь, заметил, ну, я тут поливал, и там чуть-чуть плохо кран прикрыл, и вода капала, и пчел поналетало. Такая уйма. Я вот раньше помню, я боялся пчел, я бы туда не подошел даже, ну, или, я не знаю, там, если бы подходил, то с какими-то страхами, что они могут меня укусить. Вообще нету, ну, как-то оно само по себе все пропало. Это рядом вокруг рук вот так вот роем и летают возле меня, знаешь. У меня даже в голову не приходит, что, ну, как бы оно, в принципе, может быть, так и должно быть у нормального человека. Но раньше, как-то, знаешь, все-таки постремывало, когда вокруг тебя вот это рояться. Тем более, тут же я лейку ставлю, могу там где-то на пчелу наступить. Как-то, не знаю, в общем, начинаешь себя чувствовать, ну, это я уже давно так, как бы, себя чувствую, что не это, не ощущаешь, что ты отдельно существуешь от этого мира. Не потому, что это так в книжках написано, или какие-то там фримены рассказали в своих мантрах, или Талена писали, или еще, или Кастанеды, а просто ты реально осознаешь всей своей сущностью, что ты неотделимая часть от этого мира. Все, тут с тобой, тут не надо спорить, доказывать, что читать или не читать. Ты просто-то понимаешь всей своей натурой, все. Что я тебе еще могу рассказать? Да, еще я тебе хочу сказать, что это, как-то... Это девятый день, она дрочива тянет. Я вот, я вот, у меня даже, знаешь, какая теория родилась в моей башке? Что-то, короче, просто травы, они же как это, влияют, чтобы выходила зараза, а, видимо, там осталась какая-то зараза, и поэтому они как-то еще давят, и говорят, что Леха, дрочи, говорит, там токсин. Ну, я не знаю, может быть так, потому что, я сколько помню, ты что там, пятидневное голодание, трехдневное голодание, та у меня после голодания, дней 5, а то и 10, вообще не было никаких этих там позывов. А тут Леха сегодня уже четвертый раз управился, и нормально, на девятый день голодания. Она говорит, из токсинов синтезируется. Короче, да, психотерических эффектов нет. Но, я это уже говорил, или нет, что, возможно, для того, чтобы они были, надо полностью голодание, без меда, без трав, тогда, наверное, появляется такое какое-то. А так, ну, с другой стороны, так у меня и по жизни присутствует это состояние, просто нету такой вот именно очень-очень глубокой интенсивности. Но эта интенсивность, это вполне возможно просто маразм. Ты знаешь, просто мозг не питается, не получает какой-то подпитки, начинает крыша ехать. Так, так что я вот это завтра еще денек поголодаю на травах. Проблему с носом я свою не решил, но ничего. Я к этому уже привык. Не буду я больше на воде голодать, потому что... Ну, потому что не то, что даже, знаешь, там, хочу-не хочу. Ну, я тут я спортом занимаюсь, нафиг куда-то вообще массу сгонять никуда. Потом мне огородом надо заниматься. Тут я не знаю, мне сколько этих мешков надо этого, как это, мха или чего это, мульчи притащить из лесу. Мешков, наверное, 300 придется проносить. Поэтому нафиг оно надо. Поголодал, почистился, хватит. Ну, я так думаю. Ну, как-то так.